У нас одна самая главная проблема – это постоянное отключение воды. Причем не то, что постоянное, можно сказать, уже прошло как бы в норму. Какие-то аварии, какие-то я не знаю, что там у них. Решить вопрос и получить разъяснение на месте – основная задача так называемой выездной администрации. В состав территориального управления Сафоновское входит 9 населенных пунктов, в том числе поселок Санатория Раменская, где замечены перебои с водоснабжением и теплоснабжением. Мы определились по колодцам, сделали рассечку и отставили только хорду, запитанную от скважины, которая питает три дома. На сегодняшний момент вода у вас есть. Что касается теплоснабжения, то два года назад уже мы теплоснабжение домов перевели на котельную Раменской теплосети, которая там построила мини-котельную. И сегодня мы рассматриваем вопрос подключения этой котельной к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. Конечно, остаются вопросы, требующие более длительной проработки, например, внесения изменений в проект организации дорожного движения. Мы жители поселка Кжелка по поводу роботозной дороги, шоссе. Шоссе практически вообще не освещается, только частями. В протоколе отразили устройство тротуаров, там где они отсутствуют, устройство уличного освещения, пешеходных переходов и дополнительно установка автобусных павильонов. «Мосавтодор» включил в план производства работ, но не все, по-моему, объекты на этот год включены. Во всяком случае, проектирование начинается в этом году. Наболевший, а главное, очень важный вопрос для жителей Сафоновского территориального управления касается амбулатории, а именно ремонта здания. Но эта перспектива долгосрочная, а вот прием узких специалистов после снятия ковидных ограничений обещают наладить в ближайшее время. Если зайти внутрь, это очень узкие проходы, это старое здание, где даже, когда ты стоишь в очереди, даже не присесть. То есть там и взрослые, и дети, все это в одном месте. Очень старое здание. Конечно, нам очень хотелось бы, чтобы у нас была новая амбулатория. Жители территориального управления Сафоновское приняли активное участие в данной встрече. Вопросов остается еще много. Это и организация работы участковых полиций, и ремонт бесхозных дорог. Также отмечен большой вклад в развитие и благоустройство поселка Дубовая роща. Совсем скоро здесь распахнет свои двери новый современный дворец культуры. Это наши детские площадки. Это организация парковочных мест. Это асфальтовое покрытие. Это масштабный проект, который создан был на месте пруда мини-парк. Это строительство ДК. И за это, конечно, огромное спасибо. Екатерина Фролова и Игорь Чернышев для программы «Городские вести».